Всем доброго дня! Давайте сегодня поговорим, как отправить запрос к конкурсному управляющему для того, чтобы посмотреть помещение и получить от него документы с фотографиями. Так, я здесь подготовил шаблон, которым я пользуюсь. Этот шаблон будет в описании под роликом. И уже открыл торговую площадку. Так, секундочку. Вот. Вот торговая площадка. Вот новое письмо. Ну и предлагаю сразу начать заполнять. Значит, первое, что у нас в шаблоне. Вернее, даже не то, что в первой шаблоне. Это кому? Это нужно найти на торговой площадке электронный адрес управляющего. Здесь мы находим организатор торгов. Имя, фамилия, отчество. И вот адрес электронной почты. Мы его копируем. И вставляем. Тему заполнять надо обязательно, потому что к конкурсному управляющему скорее всего приходит много писем. Поэтому он должен сразу понимать, по какому объекту и по какому вопросу вообще данное письмо пришло. Копируем. Тема письма. Значит, здесь имя, фамилия, отчество. Заходим опять же в электронную площадку. Вот у нас организатор торгов. Вот зовут его. Копируем имя, фамилия, отчество и вставляем в письмо. Так, по какому лоту у нас идет, как бы, разговор. Значит, это у нас публичное предложение. Если у нас аукцион, здесь мы меняем на слово аукцион. Опять же, возвращаемся на электронную площадку. Копируем номер. Вставляем его вот сюда. И лот. Лот у нас здесь номер 1. Копируем. И опять же вставляем. На некоторых электронных площадках сразу размещается много лотов, поэтому лот надо тоже обязательно прописывать. Так, тело письма. Так, форматирование уберем, чтобы оно нам не мешало. Так, добрый день. Имя, фамилия, отчество конкурсного управляющего. Прямо копируем из темы. Я здесь требую, это написать свое имя, фамилию, отчество. Ну, например, вануфру вануфру вануфович. Год рождения... Не знаю, давайте напишем здесь. 12.10.2010. Если вы заполняете свои данные, это я здесь только для примера. Вот в этих всех полях вы заполняете именно свои данные. Также ваш паспорт. Зарегистрировано по адресу. Ну, вот в этой городе. Комска, улица. Ясная, дом 10. Квартира 11. И оставляйте свой контактный телефон. А также здесь прописывается ваш адрес электронной почты. Дальше что у нас получается? Значит, ознакомился с сообщением на проведение электронных торгов по продаже имущества должника в рамках... Вот здесь опять же оставляем там публичных торгов и открытого аукциона. Здесь у нас публичные торги, поэтому я открытого аукциона сейчас уберу. Так, информация о публичном предложении, либо о аукционе. Аукцион я убираю. Номер аукциона мы копируем сверху. Лот у нас один, мы тоже копируем сверху. На сайте. Возвращаемся на электронную площадку. Копируем его. Банкрот. Банкрот у нас. Возвращаемся опять же на электронную площадку. Смотрим, кто у нас банкрот. Сведения о должнике. Физическое лицо. Морозов Андрей Петрович. Здесь также может быть юридическое лицо. Например, ООР, Агайя, Копыта. Либо там ЗАО какого-нибудь. То есть не имеет значения там, что будет на электронной площадке, то мы все прописываем. Информация о публичном предложении. Копируем опять же все вот это. Вот это номер. И номер лота. Описание. Описание мы возвращаемся на электронную площадку. И смотрим описание. Это вот двухкомнатная квартира. Мы переносим к письму. При желании можно добавить что-то. Это условный номер. Место нахождение. Вот. И здесь мы ему задаем вопрос. Когда можно ознакомиться с имуществом? А также для принятия решения об инвестировании просим вам предоставить следующую информацию по выше указанному лоту. Это свидетельство, договор, выписка, там фотографию. Ну и все остальное, что вам будет необходимо. И вот и иные документы. Просим вас направить информацию выше указанную на электронную почту. Соответственно на вашу. Сейчас копируем вашу почту. И копируем вашу почту. И потом добавляем с уважением. И вот запрос готов. Дальше мы нажимаем отправить. И все это уходит к конкурсному управляющему. Но с учетом того, что писем к конкурсному управляющему приходит много, иногда ответы ждать долго. Поэтому обязательно надо ему позвонить. Позвонить по телефону, который есть на самой электронной площадке. Сказать, что вы отправили письмо. Спросить, когда можно посмотреть объект. Да и вообще можно спросить разные вопросы. Они как правило отвечают на эти вопросы по объекту. Либо посмотреть уже в самом лоте. Потому что вот здесь например есть. Что ознакомиться с имуществом возможно по адресу такому-то, такому-то. Время после подачи заявки на ознакомление предмет торгов. Согласовав с организатором торгов дату и время ознакомления. Значит по адресу, адрес электронной почты. Мы сейчас на него грубо говоря отправили данный запрос. Телефон. Получить информацию можно также по телефону. Ну вот здесь в принципе такой же телефон, как и у конкурсного управляющего. Да, 2217. Все верно. Вывод следующий. Что при запросе документов желательно отзвониться конкурсному управляющему. Предварительно отправив ему письмо. И уже с ним пообщаться. Как правило это все приводит к тому, что время тратится значительно меньше для получения информации. И для того, чтобы записаться на просмотр объекта. Продолжение следует. Продолжение следует.